здрасте друзья мои сегодня 8 февраля сейчас камеры я приближу что можно было что-то зацепить а вот он как раз вот он вот он давайте долго ждать не приходится только что в тумане были я думал он взял одного тимон его хрен поймаю это не тетерятник которого вот голуби на улицу может там зацеплю его вот взял взял все-таки ну за сегодня это наверно будет пара это вот сапсан он долго не мучается не зацеплю его может нам на крыше полезно лестницу оттуда зацеплю на вряд ли красного муроморного с утра по моему ну скорее всего на вот видно не видно должен быть и вот вторая на ней видите вот один это походу самка его до похода или другая сейчас если лучше поднимусь может что-нибудь я направлю не удобно ушел не отбили опять минус один вот тут ничего я не зацеплю это я ж на ли но нет обзора снимать и атаку сапсана мгновенная нет у него три часа атаки как вот ребята снимает это вот я сюда на лестнице залез что можно было его снимать вся самая страшная время года вот они голуби не знаю там он модно показывать или нет молодняк все молодые голуби должно было быть 10 вот один он там двое это получается 4 5 взял еще 5 это должно быть кого взял не знаю там еще этот голубов голубой которого пол хвоста это членок видите что это мелочь из декабрь и второй тоже тут вот один поставьте эти как летят гол походу голубой наверху он должен был улезть все таки в тумане а по моему да и тут как раз было вот я просто не получилось снимать сам сам взял отитирать и хотел отбить у него но не получилось там он не стоит на месте этого там ребята снимает там пять минут у за голуби гоняется сапсан это не сапсан и далеко даже там даже шустрите терять и кита минута две и все на месте на тех не знаю ну это четыре еще пять штук должно быть тумане ну туман у нас и снег снег на земле и на крышах из хотя снега не пошло это старый снег и мороз то что камера мотнет так и голуби наверху 2 и давай 4 мы еще пять штук ждать плюс еще с утром мраморного нету пока на паузу поставлю пока присоберутся голуби потом мы будем снимать все друзья мои где появились часа камера сейчас посмотрим но уже более расслабленно кто есть кто тут одна гнездка вот этого белого которого тебя черно-желтые кольцо на ногах тоже в небе у тебя должен быть голубь голубь а здесь голубь когда по моему вот она сегодня из зимуарских пескунов только этот был мраморный был вот его по моему первую очередь зацепил но я не видел потому что туман ну по моему взял останется декабрьский песку не один-то постарше выскочил наверх вот этот пол хвоста хотя не знаю может и того и зацепил у него хвоста половина нет и на птенцах это вот по старику моему чернохвост вышел они это тоже не морские песка а этого походу уже долбанул хвоста пойдет нету середка видите тоже походу боевое крещение прошел но туман ничего не видно даже а так и не можешь сам не того там пол хвоста нету середина походу зацепил его мне похода зацепила а это вот армина одна гнездка твоего я чисто белая чернохозка так она не чисто чернохоза а это яйцо с под него по моему да вот тоже синим а за на левое крыло вот этот песку на 1 но тут есть еще и с боевым крещением желтым мазана чернохвостый который уже один раз грудь зацепил но тот хитрый уже вот такой гон получается друзья мои что делать закрыть их когда они вообще не смогут выжить от этого чудовище так называемая там декорат двое опять на этом паспорт выше плохо видно че я вижу снимаю не снимай сегодня по моему из ребят сармени написал сколько у тебя зимой голуби летают да не то что зимой и летом бой на бойного голуба никогда нельзя сказать друзья мои сколько может голуб летать голуб может сегодня вон вчера я поднимал челя вы видели что там на минут 20 он покрылся спустился ибо были ролики когда этот голуб часами только садился то есть на посадку потянул и ушел на посадку потянул и ушел и допустим голуба один день отлетал 8 часов а другой день отлетал 20 минут или полчаса насколько же этот голуб тогда лететь вот как сказать поэтому на бой на воду бой на голуби это не летный голубь который не разбивает крылья да даже летный голубь он летит от погоды зависит от ветра зависит от того зависит да нету такой это не механизм что ты завел бензин хороший и надо это да это не машина там вот он может 200 километров в час разогнаться это живой организм и по нему невозможно говорить были случаи когда человек лучшего своего голубя снимал выкидывала этот голод не полетел он от взросли взял его башку оторвал почему оторвал потому что он говорил что этот голубь столько летит а голубь не полетел поэтому нельзя никогда говорит сколько голубь летит сколько лет и соки летит там дофига параметр вот чего зависит время лета голубя состояние крылья от боя зависит от настроения зависит на птенцах на яйца от погоду зависит не обижайтесь но это глупый вопрос когда вот задаете такие вопросы на там я никого не хочу обидеть летят голуби летят и вот смотрите раз наброс все один там один там один там даже от после атаки но видели только что копчик взял но не только что там я на паузу поставил ждал пока эти появится ну пусть там минут 15 назад она там копчик этот взял но голуби не это да приспустились но однако не сели то есть он летать хочет вот тоже не пугал ничего сидел там сейчас сам сорвался он упал когда была атака тоже из песку но но вот сейчас вверху лест уйти это может опять сеть сюда там у кого должен лететь но вот эти вот как только говорят вот у нас голуби столько и да там даже по телефону я все до свидания мышь мне с тобой разговор не получится ты либо дилетант либо балабу одно из других нет вот с пол хвостом взрослый голуба остался живой по ходу белого опять зацепил это предыдущий сын по моему старику недавно и сестру зацепил этот голубь одна из лучших моим голубят если не самый лучший и он не красного цвета он белого цвета песку ну вот тоже там говорят копчик берет только цветных вот он первую очередь красных тащит потом желтых тащит потом тех тащит да нифига подобно друзья мои копчик берет того кто чуть послабее тот был в линьке башка лысый сестра была вот по моему вчера или позавчера его забрал там я показывал уже не помню то есть и сестра была в линьке и он было в линьке то есть там крылья не полный хвост не полный там хотя я сам многим говорю в это время нельзя трогать голубей надо дать чтобы они выросли это да там перо полное крыло полное было но мне такой характер нехороший поэтому я всегда говорю с меня пример брать не надо так то что получилось стричь и 2 сидят 4 5 5 5 и 5 8 ну 2 нету но один был только что недавно здесь было девять штук тоже куда-то опять исчезли знаю но не мог же так мгновенно него зацепить чтобы я даже не обратил внимание что у него зацепил вот этого голуба у него очень хороший стол у этого голубина сейчас пол хвоста нету естественно будет косая игра такая песенка получается чернохвост уже тянет и бьет да то есть друзья мои голуби сейчас я камеру поправлю не знаю снимаю их не снимаю мутно не мутно показывает да вот сейчас выравнился вроде особенно зимой очень много параметры которые определяет время лёта голубя первый параметр это хищная птица второй параметр это погода в туман то есть до голуби покрывается в туман но они в точку не уходит тумане они поднимаются ровно столько сколько они могут увидеть но если они столько что-то чернохвостого по моему нету вот этого который уже зацепил может опять куда-то упал скорее всего куда-то уже приземлился слишком маленький здесь нету 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 но он был небе его не брал копчик может уже слишком хитрым стал армия вот этот одногнёд из орла друзья приехали одногнёдка вот этого сейчас в орле но там голубь там должен быть посильнее потому что голуби они обычно посильнее чем голубки это вот так да и по поводу фотографии тоже очень многие ребята мне скидывает фотографии какая порода какая порода друзья мои вам об этом может сказать только тот голубевод который вам эту птицу продал это у него спрашивайте а сколько у вас пород голубят не находится и как только вот топчет потому что на внешне смотришь голубя он и не николаевский он и не бойня они не почитаю не не этот там но то что он цветом вышел там шейки или чет я как-то рассказывал ко мне на крестовина села голубь отрезной хвост черный печатная шея чубаты почтарь ну вот чё за порода у почтаря нету ни черных хвостов ни печатных шеек не чубов а убой на птице нету нос как у почтаря поэтому настолько вот извращенном виде находится вся птица даже представить себя не можете все там можно сказать окончательно все это погублено теперь десятилетие нужно чтобы эту птицу опять восстановить чтоб опять дойти до того что было голубь вот видите сайта да там и и подниматься не хочет то есть вот он хочет летать но однако ему страшно вверх уйти потому что там опасность то есть ну я говорю не обижайтесь но это глупо когда говорят вот бойный голубь столько летит да даже про простого голубя зимой невозможно сказать сколько эта птица может летать если нету опасности он может простой голубь который ни крылья не разбивает погода нормально там это да может с утра до ночи летать но он тоже может подниматься через пять минут будет атака копчика он камня будет падать вниз все вы его не поднимите если же голубь боится вы его ничего с ним не сделаете ну вот сколько этот голубь летит или если у кого-то там голубь 11 часов сидел у кого-то на крыше а так все время там поднимает 5-10 минут летает это чё 11-часовый голубь что ли чтобы там 11 часов не видели в общем главное же голубях что голубь был умным голубь был летным поднимался покрывался и голубь бил красиво это да там красиво правильно бить если еще получается у вас мать с голубями это ваши цены нету таких голубей но это редкость как обычно всегда или один или два или три параметра не хватает голубях и всегда горит хороший голуби по поводу того что тоже все говорят вот он берет лучших нет лучших он никогда не берет просто получается так у кого-то приходишь голубят недавно может поднимать 50 штук и все 50 покроется и вот вам скажет что он берет не лучших мы по крайней мере мои случаи да и мне все до единого поднимается и я там могу сказать он берет лучших или берет худших а если у кого-то там сидит 500 штук или тысячи или полторы тысячи из них всего три штуки поднимается в небо но кого же сапсан должен взять уж голубят не не залетит он естественно возьмет того который в небе то есть да получается вашим голубя не он берет лучших но он не берет лучших в вашем случае да для вас брал он самого лучшего но для кого-то вот этот лучше может быть просто ничего он даже голубят не не пустит этого голубя от того что голубь покрывается там может час-два-три на в небе остается да там в точке полетать это не говорит это что это еще супер ну это обычный голубя всегда говорю супер голубь когда есть мозги есть высота время лёта красивый бой и масть вот это супер голубь а если вы ставить чего-то там не хватает мест хорошие голуби есть так неплохие голуби есть голуби пойдут а есть плохие голуби которые там не летают толком это то есть вот это сравнение все не виделось ночь уже 20 минут вот какой столб уже тянет это молодая голубка будет из декабрьских ночью там около трех месяцев декабря они выпрыгнули прошлый раз когда ребята были его сестру вся сестра его покрылась но то было первое ничего на хвост оперы там или тоже так но не полным хвостом ну чё друзья мои удачи вам гоняйте любите и цените так будет лучше